Я мечтаю о том, что я никогда не буду пожинать плодов, а умру я, нагнувшись, завязывая... В оргазме ты умрёшь! Завязывая кроссовки перед утренней пробежкой. Ну и, может быть, умру в оргазме. Я Лариса Бузеева, это Давай Поженимся. Добрый вечер. Сегодня невесты Анастасия, Вероника и Дарья. А жених у нас Дмитрий. Здравствуйте, проходите. Дмитрий, 52 года. Трижды пытался обрести семейное счастье с одной и той же женщиной, но всякий раз она влюблялась в других мужчин, разбивая его сердце. Дмитрий, директор сети проката строительных инструментов, гордится тем, что в 19 лет стал кандидатом к мастера спорта по тяжёлой атлетике. Признаётся, что храпит по ночам. Дмитрия не заинтересует слишком покладистая и неухоженная девушка. Его избранницей станет спортивная, яркая и образованная женщина с огоньком, способная пробудить в нём инстинкт охотника. Здравствуйте. Здравствуйте. Светочков начнём? Конечно. Лариса, вам многие говорили за фильм «Жестокий романс», но только мне пришлось лупасить своих сослуживцев по стройбату по голове, чтобы они дали мне спокойно посмотреть этот фильм. Это вам. Спасибо. Спасибо, очень приятный. Роза, я понимаю, что вы всё равно будете меня чморить изо всех сил. С мытищинским прононсом это вам. Не, ну тот факт, что он пришёл с цветами, уже говорит о том, что он, да, очень... Ну, конечно, первое, что приходит в голову, это... Интеллигентно. Интеллигентно. Дмитрий, ну, конечно, первое, что приходит в голову, это поговорить о вашем ангельском терпении. Раз вы столько прощали жене своей измены и возвращали её, но я-то знаю, что там дело в другом. У меня аж крылышки зачесались. В ней было такого особенного, что так она вас зацепила, и вы готовы были и дальше закрывать глаза. Вот из-за чего я из семьи ушёл в конце концов, это описывается стихотворением, когда она с другим связалась, а я отпал как таковой. Какой она себе казалась таинственной и роковой. Я всё бы снёс. Но я бы не был её. Вот это я видел, что я не мог. Мне кажется, ему нужна такая стервозная девушка, судя по всему. То есть это наш случай на самом деле. Да, со спокойным встречается. В нашем случае, да. Во сколько лет женились? Мне было 26, ей было 18. То есть я повстречал её на пляже. Через сколько женились? Через год ей было 17, я ждал 18 лет, дождался, женился, прожили. И она тут изменилась. Года через три, по-моему, жизни. Как хорошо, что ты у нас такая верная, преданная. Абсолютно. Дети родились один за другим или... Дети родились вне брака. То есть я с ней поженился, потом вот она изменила, развёлся. Потом мы снова сошлись. И тут начали рожать детей. Двоих? Вне брака, да. Родили детей. И тут она влюбилась наконец-то в 33 года, по-настоящему уже так, по-серьёзному. Когда она успевала-то влюбляться, она что, ходила куда-то? Нет, она никуда не уходила, она жила со мной всё это время. Нет, ну а где же она этих мужчин? Ой, а что ты думаешь, что для этого нужно прямо выйти с утра и по Красной площади? Эй, ты, любовь моя, где ты? Нет, ну как же не выйти на площади? Ну, с садовником, с водителем, всё что угодно. Было бы желание, Рос. Ну, что-то я не уверен, что на садовника и водителя она бы запала, но, в общем... Ага, а запал на кого она? Просто получилось. Ну, предприниматель такой, не очень крупный. Вы сняли отношения? Ну, я с ним поговорил, так скажем. Ну и всё. Слушайте, ну мне вот кажется, что вначале ну как-то не очень произвёл впечатление, но сейчас я вижу, что парень, ну, парень, мужик. Мужик без купюр, прямой, такой простой и, как мне кажется, добрый. Что было такого особенного в вашей бывшей, что вы всё время её возвращали? Ну, я её не смог возвратить. Я её всё время пытался возвратить, но не смог. А было в ней то, что я не, как сказать, это девочка невзятая моя. То есть я с ней жил, но мне не удалось проникнуть до конца в её сердце, пропитать своим ядом всё её естество и так далее. То есть вот она всё время ускользала из моих рук, и я не сумел. А вы прям как у Макса Фриши, к Эльвире, хотели в сны её войти, да? Прямо вот всё. Я хотел заполнить всё, что у неё есть. Со следующей так же будет? Каждую складочку. Ну, в принципе-то да, я такой тотальный, так скажем. То есть если я обрушиваюсь на женщину, это как бы я сравнил даже свою супругу, там спрашивали, а как ты вот на неё, там, как ты это ей рассказал, я говорю, понимаешь, вот когда бетонная плита падает на человека, она же не спрашивает, как я, можно я на тебя упаду? Ну, хрячь, и всё, и изменяешь на всю жизнь её. Одно дело, когда падает плита бетонная на 30-летнего, а другое дело, когда на шестом десятке. Не боитесь сломаться, нет? Да нет, не боюсь. Хребет перерубит вам вот такая. Ну, это прекрасно же. Ему нужна такая стервозная личность, и в принципе ты подходишь под это. Ему нужна женщина огонь. Огонь с блеском в глазах такая. Жена должна вам быть по статусу. Ну, хватит уже молодым девчонками. Это, знаете, 90-е все, малинами пиджаками, и молодыми, у кого круче, у кого моложе. Сейчас этим никого не удивишь, а наоборот, только вызовите некие странные подозрения относительно себя. Вам нужна женщина состоятельная, состоявшаяся, да, от 40 бы я до 47 лет, уже не мечтающая ни о каких детях, которая сама будет представлять собой визитную карточку, и когда вы с ней будете выходить, это будет вызывать уважение относительно вас. Вот, Роза молодец. Да, она всегда значит, что говорит. Молодец. Бессмысленные слова, Роза, абсолютно, вы не послушаете. Нет, не послушаю. Я знаю, я в этом уверена. Потому что три дня назад я в плавках корячился на первенстве Кубка России по бодибилдингу. Три дня назад в плавочках. Никакого статуса. А я вчера, скажем, даже не корячилась, а прыгала с высоты 8 метров без страху. И что? Это же не говорит о том, что я теперь должна брать все моложе и моложе. Это как раз говорит о том, что мы в своем возрасте можем сдавать тон. Ну, я способна за женщину искру охотника? Я, да. Я уверен в этом. Да? Да. А ты? Я вообще уверена, что это ты. Мужчины очень боятся через свой возраст смерти. И вам кажется, если вы будете с молодой, то вы и сами молодые. Правда, правда. И вам кажется... Нет, я верю. Я изо всех сил гребу против течения времени. Да, конечно. Нет, я вас рассмешу. Вы, наоборот, плывете по течению. Потому что ни один мужчина, который сидел на вашем месте в возрасте, не сказал... Не признал. А мне очень важно, чтобы... Мое поколение, есть о чем поговорить. Мне нужна прекрасная, но ровесница. Никто. Поэтому не против какого течения вы... Вы обычный мужчина на шестом десятке, который не хочет стареть и умирать. Согласен. Которому, наверное, есть что-то показать. А может быть, кто-то есть среди аудитории, кто хочет стареть и умирать? Поднимите руки, я хоть посмотрю на вас. Мне нравится. Обратился к зала. Он такой лучистый, светлый. У нас есть видео. Спасибо. Поехали. Welcome to my house. Пошли. Вот она кухня. Вот она рассада. Но если кто думает, что мышцы растут сами по себе, так нет. Вот они из-за чего растут. Ну, лучше всего мне удается, конечно, спать. Я вообще вот такой вот... Как он, Соня. Прям лягу на эту кровать и сплю, и сплю, и сплю. Вот она сейчас... Доченька нарисует мне вот такие картинки. Унитазы квадратные, беды квадратные, ванны квадратные, раковины квадратные. Квадраты – это мои любимые фигуры. Я сам стремлюсь, похожие на квадратные. Вопрос о спортзале у тебя не будет стоять. Да, да, вообще. Можно дома заниматься. Коврик расстилит, и все покажет, как быть. Вы завидный и известный жених молодых барышень, которые сочли бы за счастье выйти за вас замуж. Наверное, вокруг вас вьются. Что не так? Почему вы один? Они недостаточно шалые, так скажем. То есть вот именно надо, чтобы в женщине сочеталось несочетаемое. Свою бывшую никогда не пытали, уже расставшись, уже когда кровь остыла? Никогда не спрашивали? Скажи, пожалуйста, ну что во мне было не так? Почему? Я все тебя так любил. Почему изменяла? Не отвечала? Нет, это как бы разговоры велись постоянно. Ну а что ее версия? Почему? Она заплачет, зарыдает, начинает кататься по полу, в общем, уходит от ответа как-то так. А у вас у самого никаких предположений? Нет, у меня есть, и скорее всего я скоро и сдам повесть на эту тему, о том, как это все описывать. Но ты в двух словах. Что была за причина, как вам кажется? Причина была, именно она попыталась прожить свою жизнь, которую не я ей навязываю, а она попыталась сама стать хозяйкой своей жизни. И потом, по прошествии какого-то времени, она поняла, что жизнь-то в принципе только одна, и описываю я ее наиболее полно. Да мне кажется, просто она женщина, которая будет с ним долго по жизни, до 30 до 40, то есть, которая будет готова с ней проехать трудности. Молодой он повеселился. Молодую хотите красивую, она захочет большие квадратные метры. Ну, как бы я хочу, как все, конечно, старую страшную. Ну, ладно, раз уж у вас одни молодые красивые, давайте. Давайте смотреть. Василиса. Я думаю, что бессмысленно говорить о том образе, который Дмитрию подошел бы для постоянных отношений, потому что, судя по всему, именно постоянных отношений-то он и не хочет. Более того, вы хотите мучительно вернуться в один единственный свой опыт, вот тот, который был, судя по всему. Конечно. Вы не понимаете только одного, что женщину найти с таким характером или такую ситуацию можно, а вот полюбите ли вы ее так же? Потому что чувства, они дважды не повторяются. Любовь, она всегда разная. Я боюсь вот этого для вас. Ну, вот это его тяга к молодости, понимаешь, реально, как внутри он как бы мальчиком остался. Не созрел, не созрел. Знакомьтесь с первой невестой, может, вам повезет. Вырос как-то лебеда. Анастасия, 31 год. По образованию преподаватель английского и французского языков. По профессии персональный фитнес-тренер. Гордится своими достижениями в конкурсах фитнес-бикини. Признается, что всегда опаздывает. Предупреждает, что у нее спортивный режим дня. Анастасия все чаще стала испытывать чувство стыда за своего избранника и в конечном итоге решила прекратить с ним отношения. Надеется, что Дмитрию она будет гордиться. Здравствуйте. Можно мы сначала преподнесем небольшие приятности для вас? Это цветы, чтобы создать немного весеннего настроения. Я только вчера прилетела от родителей из Дубая. И единственная передача, которую они там смотрят, это «Давай пожениться». Ой, спасибо, прошу тебя дальше, да. Ах ты! Шустрая ты какая-то. Ну, фигура, фигура. Да нет, все замечательно. Нет, ну да, молодец. Анастасия, ваш бывший избранник не дотягивал по социальной лестнице до вас? По статусу? Почему испытывали чувство стыда? Ну, во-первых, для меня очень важно, каким образом мой молодой человек относится к моей семье, к моим родителям. Потому что это для меня святое. Давайте тогда пораньше. Как вы с ним познакомились? Где? Мы познакомились с ним в фитнес-клубе. Он был инструктором. А я только начала заниматься спортом. И как-то вот так вот у нас закрутилось. Он на вас не обратил внимания сначала? Нет, он наоборот, всячески обращал на меня внимание. Это я не подпускала. И вот он своими различными там предложил мне тренировки, предложил... Вы москвичка? Нет, я родилась на Сахалине, но мы 13 лет уже живем в Москве. С семьей? Да, очень яркая. Да, эффектная девушка, да. Красивая, красивая. Дмитрий, конечно, был очень рад. Он просто умный, когда он ее увидел. У вас хорошая квартира в Москве? Машина хорошая. А у вашего тренера ничего не было? Ну, да. Послушайте, как будто я гинеколог, и говорим, давай сейчас на сцене я вас сейчас все-таки пропупирую. Просто мне кажется, понимаете, а бывших либо хорошо, либо не как. Почему? Они же не в горжай. Понимаете? Или дома с подружкой. Что здесь уже как я не считаю? Расслабьтесь, расскажите искренне. Например, он поразил меня своей красотой, поэтому я закрыла на все глаза и пустилась в эти отношения. Потом не смогла терпеть. Да, так оно было. Хорошо. Основная проблема заключалась в том, что мой молодой человек был всегда доволен текущей ситуацией. То есть он не хотел развиваться, он не хотел учиться, он не хотел больше зарабатывать. А сколько лет он был? Он был на 5 лет старше меня. Девушка с претензией хотела однозначно амбициозного мужчину, коим он не являлся. Вы влюбились в простого парня. Что вы от него хотели? Вы его повезли в Эмират и знакомились со своими родителями. И вышел он в трусак, и что такого? Ну, сейчас, глядя, так сказать, с высоты своих лет, я понимаю, вот то, что вы говорите, это абсолютная правда. Да, так оно и есть. Я попыталась взять человека с другой планеты и переселить его на свою планету. Вы так тоже не говорите, ну какая там, вам просто повезло родиться? Нет, 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 я имею в виду, его жизненная позиция была настолько далека от моей жизненной позиции. Вы чем занимаетесь? На данный момент я персональный тренер. Ну, тоже недалеко ушли вы его коллеги. Нет, буквально то же самое, да. Вы его коллеги, что же такого? А давайте видео посмотрим. Давай. Вот какой-нибудь вид персональный, например. На какой бы точке планеты я не находилась, будь то Москва, Неборка и Кубай, я никогда не изменяюсь своему образу жизни. И практически мой каждый день начинается именно здесь. Дорогой жених, я очень надеюсь, что однажды вы, например, вернитесь с тобой вместе. Я безумно люблю путешествовать, особенно в жаркие страны, где есть солнце, песок и, главное, море. Куда мы с вами сейчас и отправимся. Прошу. Море – это моя любовь, потому что оно дает мне энергию, силу, красоту. И я очень надеюсь, что ты так же, как и я, любишь море. У нее видео классное, ну, действительно такое. Мне кажется, она показала, действительно, вот какая она есть, да. Давайте уже не про прошлое тогда, а про настоящее. Очень смущает, что Дмитрий, может быть, ровесник вашего отца. А что у вас такой молодой отец? Папа постарше немного ему. Папе 60. У нас много тем общих разговоров. Не смущает, родители не будут против. А на сайте я могу разговаривать только о вас. Нет, меня это не смущает. Вы в потрясающей физической форме. Дмитрий хочет еще детей. Двоих, например. Вы же понимаете, что на какое-то время, да, для того, чтобы потом восстановить вот тело, придется согласиться на секс. Нужно будет, да, и время, и... Ну, это безусловно. И депрессия. Я считаю, что... Готовы вообще, хотите детей? Первоначальные функции женщины, это родить ребенка и воспитать его. Вы уж извините, пожалуйста, мы все, мы смертные, что Дим может не дожить до выпускного-то. А что вы меня так смотрите, да? Выйдет со станки она сейчас, его машина собьет. Вы к этому готовы морально? Понимаете, разница у вас 20 лет и чего? Нет, Дмитрий, не обид, просто роза так грубая, но... Манера моя какая-то анферкановская. Да, ну в 70 лет, когда вам будет 70 лет, ребенок будет выпускаться. Да. Личный возраст. Прекрасно. Я тоже говорю, что в 70 лет жизнь только начинается. Я наконец-то сделаю себе подтяжку круговую на лице. Ед и заживу. Смущает, и нас это тоже не смущает. Молод душой, молод душой мужчине. Жизнь начинается в каждом возрасте. В каждом десятке. У вас действительно плохой характер, вы правда в этом уверены? Потому что Дмитрию нужна женщина именно с очень плохим характером, но иной он не согласен. Что всю морду у меня расцарапало. Вы способны это сделать? Если очень попросите, я могу. Это его запрос именно прямо стервозная женщина, он этого не скрывает. Нет, у меня было слово шалая. Шалая? То есть он не столько стервозная, сколько шалая. А шалая это так, сервозная, смотрите, это так, которая настаивает на своем, вопреки даже желанию окружающих. Шалая, ла-ла-ла. А шалая, это, я так понимаю, просто эх, не ахи-шетки ниже. А это какая? Вот тогда давайте... Ну, это шалая шалавовая. Нет, нет, нет. Давайте определимся терминологически. Поднимаем тост. И женщина как бы отпевает. Я говорю, ну я же тост еще не сказала. Она, фу, все вино назад. И говорит, да-да-да-да, конечно-конечно-конечно. Вот это шалая сделала. Нет, это не из ее структуры. Нет. Я почему-то их рядом не вижу. Я тоже не вижу. Вот если я сейчас встану, выйду на сцену и сяду на шпагат, это будет... Нет, да ты перестань, ты что детский ляпит? Ну все-таки интересно. Это, знаете как, вот приходим мы с вами, допустим, на прием, посвященный там Новому году. Да, довольно пафосное мероприятие. Все, выпиваем по бокалу шампанского, идем танцевать и вы садитесь на шпагат. Прекрасно. Я оценю сразу. Ему нужна красивая вещь, которую взял именно на презентацию вот чего-либо, кого-либо. Эскорт, по сути. Эскорт, эскорт, эскорт услуги. Вот шалала-ла-ла-ла-ла. Я тоже, например, себе нарисовала подружку. Не подружку, мне надо человека, который меня будет хоронить, когда меня собьет машина возле Останкина. Ну я могу сказать, что вы не долго сошли, хоть... Она будет очень долго выбирать. Которая возьмет меня на руки и скажет, что же она... От какой же фирмы мне заказать черный туалет, чтобы прямо вся эта похоронная очередь попадала. Он поплыл от нее вообще. Да? Он не видел таких. Да. Я хотела узнать, любите ли вы протеиновые оладушки на завтрак? Какой кошмар, фу. Не надо так про протеиновые оладушки, вот что я вам хочу сказать. Вы мне угрожаете? Нет, но я хочу, чтобы это было официально запротоколировано, что протеиновые оладушки – это великолепная пища. Для ума и сердца. Значит, да. У вас есть три бонуса – свидание наедине, скелет в шкафу и семейная тайна или традиция. Начнем со свидания наедине. Так я и думала. Может, и шпагат на шпагат там сядете. Анатолий, а вы чем занимаетесь? Я предприниматель. Ага. Ну, вы не чиновник, нет? Не в тех кругах? Ну, можно сказать, что немножечко в тех. То есть мы друзья. А вы женаты? Нет, я разведен. Let's stick to English. Let's stick to English. Absolutely. What kind of music you listen? What kind of music? I like R&B. I like soul. I'm in love with Tony Braxton. And I like any kind of R&B music. Давайте на русский язык перейдем. Ну, давайте. Честно говоря, я чокнутый перфекционист. У меня есть, допустим, мечта про путешествие? Куда? Да, ну вот, взять, допустим, машину и проехаться по восточному побережью, по западному побережью, в США имеется в виду, или поездить по Франции и все прочее. Из-за чего не делается, просишь, да? Да. Женщины подходящей нет. Нет нужного человека. Да, да. Да, он бывает эпатажный, как сейчас. На самом деле, вот за его брутальную нежностью, ой, извините, внешностью, вот, оговорился, да? Брутальной внешностью скрывается очень достаточно. Нет, он похож на бандита 90-х. Он похож на бандита 90-х, при этом он очень многоэтажный человек, понимаете? То есть, вот, на одном этаже он спортсмен, который достигает своих целей, значит, вот три... Нет, послушайте, давайте так, я бывшая спортсменка, а бодибилдинг, ну, знаете, с большим натягом к спорту. Хорошо, он до этого был не бодибилдер, он был дзюдоист, потом он был силовой троеборья, и несколько лет назад он себе поставил цель стать бодибилдером, и он несколько дней назад занял третье место. Смотрите, его жена, родная, которая ему детей родила, не уважала и вытирала об него ноги. Это неправда. А вы хотите... А, сюрприз похожите? Конечно. Проходите. С этой пары, я уже буду. А я считаю, что они как раз-таки похожи, сюрпризы, наоборот. Так, значит, смотрите, протеиновые оладушки, это все-таки уже следующий уровень, правильно? Начнем мы все-таки с апельсинового фреша, да? Так как мы с вами спортсмены, и наше утро, безусловно, должно начинаться с витамина С, а сейчас мы определим, кто же из нас быстрее, больше и, главное, качественнее сможет выжить апельсиновый сок. Пожалуйста, мне не поддавайтесь, все должно быть по-честному. Ну, она играет грамотно, типа, шеф, ты, но рулю я. Поехали? Прямо вот так вот и сюда выдавливаем. Прямо вот так вот мы с вами резем и выдавливаем. А то есть выдавливать надо? Да, в конце нашего батла я скажу, какой приз. Вы должны победить. Я должен. Я должен. Качественно, это значит без косточек. Вылик, скажи, это... Милый, милый, на дальней мне. Это я с собой принесла. Ну, так стоп, и давайте посмотрим, что у нас получилось. Я думаю, вы на шпагат все-таки сядете. Так, ну, безусловно, вы немножечко меня опередили, поэтому теперь мы точно знаем, кто будет первой просыпаться по утрам и выжимать нам апельсиновый сок. Прекрасно. Ну, вам здорово. Все, проснуться утром. Спасибо, Анастасия. Заберите цветы, свою подружку и в комнату проходите. Роскошная фигура. Не важно, да? Достаточно ли она для вас безбашенная? Шалая. Ну, в какой-то мере, да? Вот сок об этом говорит. Вам понравилось? Вы хорошо своего друга знаете. Я по образованию математик. В математике есть понятие «необходимые и достаточные условия». Вот для Димы необходимые и достаточные условия – это необходимые условия, чтобы девушка любила спорт, девушка любила книгу, девушка любила его, и девушка была личностью. Вот эти необходимые условия абсолютно соблюдены, это я вижу, ну, я в восторге. Ну, ты его явно поразил с внешними качествами. Но она сдержанная. Мы же люди в возрасте, мы же так, мягко говоря, принюхиваемся. Это в 18 лет там бутылка шампанского склеивает семьи навечно. Когда тебе 52, ну, это как бы происходит не так быстро и не так скоро. Он когда тебя увидел, у него сразу глаз загорелся. Это было видно. Мы там половину времени разговаривали по-английски, например. Я ее стремился как бы вывести как раз из зоны комфорта. И она великолепно это ответила. Нет, это как раз ее зона комфорта. Конечно. Это ее профессия – английский и французский. Ну, значит, я понтонулся и сам попытался выйти. Я спутал. И опять все спутал. Роза, как тебе невеста? Ну, Настенька, хороша, понятно. Но мне кажется, все-таки это будет очень неравный брак. Опачки, задумался. Когда астрологи рассуждают о людях водных стихий, говорят, что рак – это обычная чистая вода, кристальная. Рыба – вода мутная. А вы – ой, какая мутная вода. А она – скорпион, вода бурлящая. Этого бурления мы не увидели, потому что очень сильная земная стихия в гороскопе. Например, Луна в Деве. Да, это человек, который не просто работает над телом, который каждую мышцу будет прорабатывать. Вот такой гороскоп. И она в жизни внимательно к деталям. Дома будет идеальной хозяйкой. Просто идеальной. Я думаю, что, конечно, про оладьи это просто была шутка. Способна быть аккуратной. Способна быть верной. Самое приятное ее качество – она сильно привязывается к тем людям, которые есть. Это правда. Это вот прям про тебя, дорогая. Могу сказать, что она из тех, кто не испытывает страсти сразу. Если готовы ее действительно завоевывать в течение какого-то длительного времени, тогда можете получить хорошую отдачу. А вы точно астролог? Знакомьтесь со второй невестой. Идачи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, Вероника. Очень необычно на знакомство с вами. Посмотрим, что получится. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А вот. Это мне? Да, да. Вероника. 30 лет. 7 лет работала инспектором таможенной службы. Сейчас занимается живописью и продает картины. Коллекционирует фарфоровых кукол, катается на лыжах и выращивает цветы. Гордится своим сыном. Супруг Вероники был прекрасным человеком в трезвом состоянии, но даже небольшая доза алкоголя превращала его в неадекватного мужчину. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Душенки. Здравствуйте. Какие вы все хорошенькие. Для начала можно я прервусь? Хотела бы от нашего стола к вашему. Клубника в шоколаде. Для отладки жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ Какая красота. Говорит, как нам, а? Клубника в шоколаде? Да, в разном. Молочный, белый, темный. Просто красиво. Почему вышли замуж такая красавица за алкоголика? Вы знаете, он не алкоголик. Просто не всем дано сохранять лицо в пьяном виде. То есть, казалось бы, как бы можно, да, там, повеселиться, что-то себе лишнего позволить. Но были ситуации, которые могли бы повести с собой... Но он был пошлый, пошляк такой, да? Пошляк. Он мог, например, в компании сидеть, чья-то жена сидит, он сидит, ей грязные комплименты, как бы... Что у тебя там, типа, обвисла грудь, да? Была ситуация, это как раз-таки повлекло развод. Это ужасно. Странная самоуверенность. Вот такая... А это, знаете, что? Это наоборот, это комплексы. Это от скудоумия раз и от безнаказанности. Совершенно верно. Грустно, конечно, когда молодые девушки должны выводить, лечить алкоголиков, потому что они их любят. Несмотря на то, что вот он так себя вел, вы все равно вышли за него замуж. До брака такого не было. Он был совершенно адекватным настоящим мужчиной. Он старше меня на 12 лет был. Заботливый, мягкий, хороший. Но стоит просто выпить, как понесла. А вот родился ребенок. Родился ребенок. Это его не изменило. Наоборот, развязало ему язык, да? Да. И вы знаете, мне кажется, что, может быть, какой-то переходный возраст бывает у некоторых мужчин в определенный момент. И... Да. Крышу стала сносить. Вы знаете, я все-таки защиту скажу. Все-таки, когда появился муж у Вероники, он решил все ее проблемы. Давайте будем откровенными, да, которые были. В том числе моральные проблемы. А материальные? И материальные проблемы. Материальные, конечно, да. У них как таковых серьезных, конечно же, не было никогда. А что с материальной проблемой у вас были? Вам что, одеваться не во что было? Нет, я с хорошей семьей. У меня всегда был достаток. Я благодарна своим родителям. Какие проблемы тогда он решил материального плана? Речь идет прежде всего о моральных проблемах. То есть была проблема, да? И он очень поддержал Веронику в тот момент. Ну, какая моральная? Ее бросил много человек. Ну, нет, у меня была авария. Я попала в аварию просто в одну. У меня были некоторые проблемы ввиду того, что я работала в госслужбе на тот момент. А это сразу какое-то разбирательство. Это всякие идут представления на работу. То есть это, ну, такое... Вы задавили кого-то, что ли? Нет, я сбила человека, был момент. Но не задавила, слава богу. Он жив, все в порядке с ним. Ну, закрыли и задавили. Это одно и то же. Он не отмазал. Нет, это невозможно отмазать, потому что, когда рассматривается дело против госслужащего, это сразу же настолько все важно. Ну, а что тогда? Нет, он меня поддержал. То есть, как бы он был рядом. Но вы вынесли наказание? Нет. Я не виновата была. Она не была виновата. Чем дальше, тем интереснее история становится. Абсолютно, да. Достаточно ли вы безрассудны? Я не прощаю ошибок. Я не прощу, если мужчина где-то ночует не в том месте. Если он как-то, это будет наказание. Ну, да, так и нет. Я все равно говорю. Я хочу сказать, что это не ошибка, а ошибище. Это просто реальное, дурное поведение. Я очень много даю семье, и я много буду требовать. А давайте посмотрим, как вы живете. Здесь очень умирно, умирно, тихое, спокойное место для отдыха после рабочего дня, для воспитания детей. Вообще, в принципе, для наслаждения жизни, скажем так. Я предлагаю вам зайти ко мне домой. Там будет более интересно и много что-то как-то. Добро пожаловать. Это кухня-гостина. Здесь, в зоне кухни, я люблю готовить, встречать гостей. Мы уютно проводим вечера за хорошим вкусным горячим ужином. И также уютно проводим время на диване и смотрим хороший какой-нибудь фильм. И на душе уютно и тепло. Предлагаю пойти ко мне в комнату на второй этаж. Ну, это здесь зона музея именно у меня. В шутку я это называю. Одна из моих первых работ. Я, на самом деле, может, как-то подсознательно нарисовала себя. Ну, с кем-то. С кем-то, не знаю, с кем. Эта моя работа была уже сделана после моей смерти. Я была душевно, как бы, мысленно не отпускаем. Но я с ней на связи. Здесь я пыталась воплотить какую-то комнатку принцесски. То, что я мечтала в детстве, наверное. Хотела создать саградную обстановку. А провинция Франции, Прованс, как раз-таки, как нельзя лучше подходить сюда. Все эти маленькие шторки за дверью в шкафу, за навесочки с розочками. Все это мне помогает отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Я чувствую себя здесь комфортно, уютно, уютно. Дом хороший, машина. Надо же подружиться. Может быть, кстати, нам это... Вероника, дорогая, поедете в Екатеринбург? А почему нет? Смотря как кто зовет. Ну, то есть вы легкая на подъем? Меня ничего не держит. Очень легкая. А дом? А хозяйство? Папа. Со мной там папа. Мама, к сожалению, умерла этим летом. Ой, я вам учусь соболезновать. Это, конечно, потеря, но надо жить дальше. Умеете вообще держать удар? И нанести тоже могу. Молодец. Не только держать. У вас осталось два бонуса. Семейная традиция и скелет в шкафу. Давайте с семейных традиций, наверное, начнем. Есть такая? Все наши семейные традиции ушли, конечно, к сожалению, с мамой, а вот тайна у меня есть. Месяц через месяц, примерно так, мой организм выдает сразу две яйцеклетки. Я могу родить разнополых, разнояйцевых, красивых. А что ж вы молчали? Я могу сразу с этого начинать. А сюрприз покажете? Да, покажу. Пожалуйста, проходите. Не, молодец, мне понравилось. Ну, прикольная девчонка. Дмитрий, вы спортсмен. Ну, да. Я думаю, что все девушки в этом зале меня поддержат. Пожалуйста, очень хочется увидеть этот обнаженный торт. Я даже помогу, пожалуйста. Поднимайтесь. Да, очень хочется. Вы правда этого хотите? Да вы сами этого хотите, это же очевидно. Да? Конечно. Покажи нам свой бицепс. Покажи мне, дубок, да? Трицепс. Ну, хорош, хорош. Хорош, хорош. Пузинчик висит. У меня старший скорбит, у вас кожа. Не будем терять. Что там прекрасно росла? Дима, 40 лет занимается спортом. Прошу подойти сюда. Нет, ну, хорош, это прямо вот. Ну, как на такой груди не оставить след художника? Показал свое тело. Теперь еще больше будет у него девушек на него заглядываться. Ну, да, да, такая мини-реклама. Он же суть вояния влюбленного скульптора. Да. Ой. Каждый может обидеть художника. Сторожно. Так. Вот заодно и попробуем. Стоим. Ну, красиво же, ну, хороо. Шутки шутками, но я пришла не с пустыми руками. Эту картину я нарисовала сама. Окно в Европу, я же из Петербурга. Тут что-то такое, то ли Греция, то ли Рим. В любом случае, создает настроение, я бы хотела, чтобы это у тебя висело где-нибудь. Вот, почему бы нет. Так что это тебе на память от меня, от передачи. Спасибо. Спасибо, Щебетунья. Забирайте цветочки, девчонки, у нас просто фантастическая подружка. Очень. Ну, вообще тяжело, да, такую форму поддерживать? Вообще тайна не осталась от вас. Что? У меня вообще тайна от вас не осталась. Скажите, тяжело такую форму поддерживать? Нет, мне легче поддерживать ее, чем вот это все прекратить. Потому что мышцы сдуваются тяжело, кожа обвиснет и так далее, и тому подобное. Вот честно, сначала он меня вроде как смутил, но вот там он мне понравился. Понравился? Я типа, что ты классный, Вероника, ты супер молодец. Спасибо. Смотрелась вообще. А как хотите провести годы, когда вы уже отойдете от дел политических, например, от работы? Вот когда уже будете пожинать плоды, о чем мечтаете? Ну, я мечтаю о том, что я никогда не буду пожинать плодов, а умру я, нагнувшись, завязывая кроссовки. Перед утренней пробежкой. Ну, и может быть, умру в оргазме. Что вы скажете про Веронику? Меня лично она просто очаровала. Красавица живая, естественная. Вот про Веронику хочется сказать следующее. Вот я смотрю и понимаю, что вот в России на самом деле самые умные, красивые, креативные девушки. Вот какое-то такое ощущение остается. Однозначно. Однозначно. Это нас касается. То есть настолько правильно тебя увидели, очень приятно, хоть и времени мало было. Вам понравилась Вероника? Да. Вот посмотрите, она не менее красива, чем первая невеста, да? Да. И фигура потрясающая, при том, что она рожала, да. Но она ведет себя совершенно по-другому, питерская девочка. Рос, а тебе как? Я совершенно не против Вероника, мне тоже понравилось, ребенок есть. Мне нравится, что вот они тебя увидели правильно. Такая какая-то есть. Ну, да. На мой взгляд, Вероника ровно тот психологический типаж женщины, который вам нужен. Именно психологический. Тут дело не в том, чего добилась, есть ли дети, какая история за плечами. Тут важно то, что это ваш психотип, и вам с этим психотипом будет достаточно комфортно. Она будет понимающей в тех моментах, где это необходимо. Она будет буфером от ваших собственных сумасшествий, потому что она достаточно трезвая, земная. Но в какие-то моменты времени, да, в ней живет мисс Хачу. Она способна и каблуком топнуть, и кулаком, наверное, стукнуть способна. Нехороша при этом. Велика в ней сила желания. Иногда эти желания ее ведут такими неведомыми путями, я думаю, что вам еще стоит. Вот из того, что вы рассказали, с ней посравниваться, поконкурировать. Она, думаю, даст фору. Поэтому чудесная девушка. Но еще расскажу вам. Мне кажется, что сегодня ваше желание или то, что вы демонстрируете за него, явно противоречит вашей потребности внутренней, настоящей. А я тебе сразу сказала, что ты ему подходишь. Просто другой вопрос. Нужен ли он тебе? Еще есть одна невеста. Знакомьтесь, проходите. А вы заканчивали психологию, да? Нет. Так, где? Там, да, да. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Меня зовут Дарья. Пойдемте познакомимся поближе. Да. Спасибо. Это вам. Спасибо большое. Дарья. 31 год. Работает юристом в инвестиционной компании и в агентстве по недвижимости. Обожает париться в бане и нырять в прорубь. Мечтает открыть свою кофейню. Предупреждает, что ее избранник должен прислушиваться к ее мнению. Ровно в тот момент, когда Дарья впервые испытала чувство гордости за своего мужа, он унизил ее так сильно, что отношение было не спасти. Надеется, что Дмитрий окажется настоящим мужчиной. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. У нас небольшие подарочки для вас, поскольку мой родной город Томск. Это конфеты. Ручной работа, течи молоко. Томск – это родина моей бабушки. Да. Маминой мамы. Спасибо. Очень приятно слышать меня с новостями. Так, и небольшой такой весенний из ягод сюрпризик. Можно кушать прямо сейчас? Как тебе третья невеста? Ну, мне понравилась она, потому что профессия ее уже говорит о том, что это очень высокоинтеллектуально развитый человек. Расскажите, как вас муж унизил? Ну, скажем, просто была не очень приятная ситуация. Муж вложился в бизнес, наконец-то, путем метаний, проб, и они с кем-то в долю построили ночной клуб. Да, они открыли кафе «Ночный клуб», и вот день открытия – успех, фурор. Вы вся красивая, напомаженная, жена пришли. В день открытия, когда я подошла к супругу рядом, там диджей что-то объявлял, я, наверное, испытала те чувства, которые я ждала все это время. Очень хотелось им гордиться. Взяла его за руку, подошла, и он меня так тихо отодвинул. Не показывай, что ты моя супруга. Это лишнее, это ни к чему. Да вот драда своему бывшему уже как следует. Ты бы дала прикурить. Но это было последним днем вашего брака, я надеюсь? Это было за несколько месяцев до рокового принятия решения. Выяснилось, что он открыл этот клуб для того, чтобы знакомиться как раз с девицей, и вы ему мешали. Так? Или я слишком упрощаю? Ну, видимо, так, я не знаю, потому что знакомства там действительно были. Скажите, а когда он только вздумал открыть, допустим, не пельменную для ветеранов, а ночной клуб, вы на что надеялись? Я, честно говоря, не была против, что он там будет пропадать какое-то время. Но вы же понимали, это как пчела против меда, но это же смешно. Вы же понимали, чем это может закончиться? Наверное, на тот момент это уже был такой между нами бой своего рода, потому что уже к тому времени как-то семья... В общем, не ребенок, а ребенку сколько было на тот момент? А тогда было порядка 4 года, 4 года. И уже не ребенок вас не держал никак? Нет. Где вы сейчас живете? Здесь, в Москве. Мне кажется, внешне он не так учит, в моем мнении. Но она очень миленькая. А ничем вас Дмитрий не напугал? Напугал. Чем? Напугал, Дмитрий, безусловно. Можно я скажу? Можно. Первое впечатление было действительно очень положительное у вас, Дмитрий. А дальше, вы знаете, показалось, что вот вам вроде столько лет, 50, вам бы семью действительно иметь. А такое ощущение, что вы хотите спутницу на показ, то есть некий экскорт, а не жену, действительно, которая будет ухаживать за вами, будет вам и в горе, и в радость. И, собственно, вы путаете. У меня песочек-то еще не сыпется, за мной ухаживать-то особо не надо. Я не в том плане, чтобы подать стакан воды, либо убрать тарелку. А сопровождать вас по жизни, как женщина, то есть ухаживать как женщина, то есть действительно заботиться о вас, как вы выглядите. Или все-таки вам нужна девушка на показ? Да, она должна нравиться. Ну, нравиться можно по-разному тоже, да? Нет, он же сказал, как должна нравиться. На шпагат в мэрии подсказала, да? Именно это. Он именно этим напугал. Именно этим напугал. И, видишь, группа поддержки защищает. Молодцы, конечно. Не, она молодец. Смотри, какая приятная, да? Обаятельная. Тоже нежненькая. Вы выглядите девушкой прилично, стеснительной. Вы такой не будете. Я вас сразу брошу, улюблю себя, потом брошу. Ой, ну я уверен, что этого не произойдет, потому что Дарья, с учетом ее опыта, знает себе цену уже. Да. И поэтому... То есть при словах, я хочу открыть ночной клуб, она мне сразу стулом по голове. То есть вы его исправлять брошили? Нет. Я никого не собираюсь исправлять точно. В общем, вы недостаточно безрассудны для того, чтобы вот в омут с головой. Вы знаете... Или кто поди, знай. Я скажу так. Чтобы в омут с головой, конечно, наверное, не про меня. Я присматриваюсь, я подумаю. Вы юрист. Помогли бы друг другу за ним полезны? Но при этом я на самом деле очень легкая на подъем, авантюрная, жизнерадостная, много друзей. А еще у вас скелет в шкафу, о котором мы можем узнать, если вы хотите. Какой у вас скелет в шкафу? Бонус. Или не будем? Как не будем? Что, прям хотите? Я тут до трусов почти разделся, а вы говорите, скелет в шкафу не будем. А вы думаете, там это с раздеванием как-то связано? Что это значит, лекарства? Я практически не пью таблетки. Я их боюсь глотать, правда. Вот у меня есть такой... Никак. Порошок? С самовнушением. Медитации. А почему вы боитесь пить таблетки? Случилось в детстве, стеноз, так называемый. Начала задыхаться около восьми лет. И все, с тех пор я не могу таблетки, уколы. Для меня это паника, страх. Все, поэтому я не просто... И ребенка так же лечу. И зубы без анестезии. И мы себе. Покажите сюрприз. Я попробую. Покажите. Покажите. Девушки отдыхают. Анатолий, поскольку вы не женаты сейчас, свободны, вы тоже за все это время могли бы присмотреть себе невесту? У нас так бывает, что складываются сразу две пары. У меня сложный случай. Я с сыном живу. Вот, поэтому я пока... А сыну сколько? 11 лет. Не сложный. У нас очень много отцов-одиночек. Нет, у меня еще... Может быть, в следующий раз? Немножко требования сложные. То есть я, как бы, у меня условия такое... Что, сложнее, чем у Дмитрия? Намного. Вот какое. Как бы, я когда с девушкой знакомлюсь, я ее предупреждаю, что наше отношение будет ровно до того момента, когда она повысит на меня голос. Вот и все. То есть с точностью да наоборот. Мнение не перебил последнее. Самое интересное, они подумали, что я скромная девочка. Уже приятно. Дарья великолепная. Как вы понимаете, я ее пытался вывести из зоны комфорта, да, когда вот шагнул я ей за спину. Она не испугалась этого. Восприняла это все адекватно. Она молодец. А вы их зачем как трактор тестируете? Я никак не пойму. Все время что-то... Анатолий, а вам-то понравилось Дарья? Очень понравилось. Мне понравилось. Мне тоже понравилось. Дарья человек чудесный, но человек, которому все время суждено со стороны жизни видеть такие своеобразные подножки. В частности, они могут и в личной жизни проявляться. Ей нужно к этому быть готовой. Это постоянная жизнь как на вулкане, несмотря на то, что ей хотелось бы спокойной жизни. Мне кажется, что с вами все более-менее понятно, более-менее очевидно. И, наверное, ну она могла бы решиться сделать этот шаг какой-то, хотя я, наверное, не советую. Все-таки это не совсем ваш тип женщины, и вы не ее тип мужчины. А у меня постоянно подножки. Все время. Я хочу спокойно жить, да. Кого вы советуете, Анатолий? Я советую, наверное, первую девушку. На Дмитрию наиболее подходят. Они, как это вот есть понятие, общие планы на будущее, да. Вот я чувствую, что вот первый вариант... Хочется он с ней прожить и умереть в один день. Да. Хорошо. А такой прямой вопрос, если он к тебе зайдет. Ты как? Выйду ли я к нему? Да. Я думаю, да. Роза. Настеньку жалко. Она, в принципе, может и согласиться, и выйдет, но вряд ли она с вами долго. А мне все-таки хотелось, чтобы и у вас была семья, и она была не на один день, а как минимум на оставшуюся жизнь, в общем-то. И поэтому тоже ее надо проживать. Но, может быть, Даша, она помягче, поспокойнее, ребенок. Вот если он зайдет, выйдешь? Ну, конечно, выйду, пообщаться-то надо. Я уважаю людей и людской выбор. Мне нисколько Анастасии не жалко, с чего вдруг. Она способна за себя постоять. За ней стоят родители. У нее все хорошо. И если что-то будет не устраивать, она соберет чемодан и уедет. Поэтому что это? Она, Настенька, абсолютно несказочный персонаж. И она пришла за вас бороться, значит, она тоже все про себя понимает. Я как раз вас вижу. И она как раз та женщина, которая заставит вас страдать. А вам это необходимо. Вас это будет будоражить. Ну, почему нет? С ней вы будете всегда держать вишенку между попой. Между булочек. Я считаю, что вам больше всех подошла бы Вероника. Это правильный для вас образ. Мне кажется, что к женщине такого типа вам надо было бы стремиться. Он должен к тебе стремиться. Мне вот нравится это выражение. Я думаю, что вы давно решили, к кому пойдете. Мы вас поддержим. В любом случае, проходите. Первая, вторая, третья. Первая. Эй, Варя, ты слишком долго. Ура! Очень важно, чтобы женщина попалась яркого склада. Она не должна быть тихоней, спокойной и забитой. И именно с такой женщиной-огоньком вы сможете спокойно договариваться и комфортно себя чувствовать. Выходите. Давайте Дмитрия поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пойдем, пойдем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Уже родная? Так, ну что, давай. А что тянуть-то? Давайте. У нас есть пара Дмитрий и Анастасия. Есть ли вы одиноки? Или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы. Пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok